всем привет только отошел от дороги еще машины видно сейчас выйду на маршрут сейчас мне надо будет преодолеть вот такой вот подъемчик небольшой прошелся чуть думал может это будет поменьше нет смотрю он везде а уход это протока в сторону мне туда не надо я выйду в итоге куда надо но это слишком большой крюк мне проще наверно будет все-таки здесь пролезть и там уже идти по маршруту так что лезем сейчас если на лыжах не получится забраться вообще хорошо видимо проще снять лыжи и так зайти сейчас так и сделать пролез кое-как заодно пока лыжи снимал крепление отрегулировал на другие ботинки вообще нормально так ну вот мне к этому лесу и вдоль него туда налево ухожу пока тяжело идти снег проваливается надеюсь что там сейчас выйду где потверже посмотрим сверху тонкая корочка насто который не держит внизу мягкий снег но местами вот нормально оба и вот так постоянно надеюсь что там тверже будет еще вот так вот бывает под нас лыжи заходят и не хочет в магазине вот для этого может видели веревочки одевают чтобы хомпу лыжи можно было вытащить где надо снять за собой тащить как бы веревочки тоже хорошая штука ну у меня крепление тросиковая это не так страшно а вот если другие крепления охотничьи то наверно вообще лыжи фиг вытащишь она вот так гнется все красивый лес кричать сильно не буду тут мишки водятся пускай спят шучу конечно он если спит то спит если не спит то не спит так что-то решила пока не останавливаться пока нормально вроде иду сейчас туда вот уйду там за повороты мне по плану через пять километров привал ну там наверно уже остановлюсь и все расскажу что куда я на сколько иду кайф уху местами прямо вообще ништяк держит так чё поворот у меня туда остановлюсь заяц с горочки летел расстояние между передними и задними голубом летел в горку даже вон след в принципе видно подушечки у нас хорошо вот сейчас мы бегаем фу тут я пробежался вообще кайфово тут ветра спрятался солнышко вообще ништяк вообще классно все двигаемся у меня уже блин такими темпами скоро привал ну ладно я еще нагоняю потому что я поздно выехал сегодня часов в десять наверно приехал сейчас посмотрю сколько времени поэтому сейчас лечу как пуля нагоняю смотрите какая лапа нифига себе вот это зайчишка лапища здоровая блин сколько блин ну больше десяти наверно сантиметров 10-12 блин точно вот это вот вот Продолжение следует... Это белочка. Так, здесь я планировал сделать привал, но так как я поздно выехал и опаздываю, сильно рассиживаться не буду, подыматься точно не буду. Хотел где-нибудь здесь присесть, но что-то в теньке неохота, сейчас быстро остыну, сейчас за поворот туда дойду, там на солнышке сяду и как раз с этой стороны ветер дует. Ответ распрячусь, там сейчас остановлюсь. Да, в тенизме не хочу сидеть. О, можно было спиннинг взять с собой. Опа, тихо. Какой противный ветерочек, сейчас туда зайду. Следы крови видите? Выдра что ли? Похоже здесь живет выдра. Выдру! Ой, там вот короче большой ход. Ладно, ломать я не будем. Но следов тут. Ох, ни фига себе. Так, в общем решил перекусить и пока буду перекусывать. Расскажу о своих планах. Ну, планы у меня простые. Сегодня первое марта. И я... Так, куда поставить? Я максимум иду на 4 дня. Это максимум. По плану я сейчас должен дойти до места стоянки. Это 10 километров. Сейчас я прошел 5. Половину пути прошел. Там я останусь. Там я приночую. На следующий день остаюсь там. День там провожу. И на следующий день уже смотрю. Либо я иду домой. Это будет третий день. Либо я еще пойду на денек пройдусь по маршруту там по одному. Больше этого зависит конечно будет от моего состояния. Вот сейчас я уже прошел. Вот что тогда у меня нога травмированная разболелась. Что сейчас у меня нога начала болеть правая. Видимо можно мне забыть про большие походы. Ну не знаю. Я сейчас туда дойду. Уже болит. Но я думаю фиг с ним дойду. Там денек побуду и посмотрю по состоянию. Как будет нога. Если нормально себя буду чувствовать, то пойду дальше. Если нет, то вернусь обратно. Ну три дня в любом случае буду в лесу. Сейчас перекушу и дальше там посмотрим. Главное дойти там лагерь сделать и все нормально. Решил здесь перейти на ту сторону. Потому что там может везде такая фигня. А там чем дальше тем глубже. Лучше здесь перейду. Аккуратненько как-нибудь. Нога все вообще не гнется. Я уже подумал о том, чтобы сворачиваться обратно. Но вообще невозможно идти. Аккуратненько. Аккуратненько. Да что ж такое-то блин. Тут на открытом месте ветер. не знаю сколько я на такой ноге уйду, короче будет сейчас лети пока идется, вот тут сейчас есть первая точка, но я все-таки постараюсь дойти до дальнего леса, да кстати сейчас участок прохожу который у нас просто вообще отличный, не проваливаться абсолютно, везде бы так было, нога вроде разогрелась, пока иду, это место проскочил, думаю дойду, потом она будет болеть, но так как завтра у меня там еще день, отдохнет нормально, в общем повезло то, что это нас хорош, если бы проваливалась, болела бы сильнее нога, потому что именно за счет того, что она лыжи, когда проваливается, вот она во всех плоскостях нагрузка на ногу и не удерживает, вот так по ровному, если бежать в принципе терпимо, так здесь долго стоять лучше не надо, ветер дует, неожиданная находка, ну еще чуть-чуть последний рывок, ну или упадем, и прокатимся, Опа, не упал, ааа, моя нога, а тут и рыхлый снег, чуть не воткнулся носом, ой, не успел присесть, ааа, наказ, ааа, тут и перестала болеть, поэтому нужно немного запemasно. Оно упал? Оооо… что-то не хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Так что дальше-то я, наверное, уже точно никуда не пойду. У меня дороги назад, хватит выше крыши. А когда я домой пойду, через два или через три дня, это я подумаю. Как мне захочется. Ничего нафиг планировать не хочу. Вот так вот снег там провалился. И вот когда он начинает проваливаться... Вот так вот... Вообще... По Насту еще нормально идти. Терпимо. Здесь вообще... Нагрузка на ногу большая. Я уже смотрю, думаю... Можешь крепления какие-нибудь другие купить. Специальные такие. То есть, которые вообще монолитные. Есть такие спортивные для... Не для конькового, как оно называется. Для классического хода. В следующем году, может, попробовать. Тогда не будет. Нога совсем-совсем напрягаться может. И ботинки какие-нибудь повыше. Чтобы фиксировать. Короче, надо снова что-то делать. Иначе... Это не пойдет. Я не мазохист. Мне этого удовольствия не доставляет. Фу... Вот осталось... Я не знаю, сколько миллиметров... Двадцать. Не могу. Все. Нога. Ладно. Давайте ныть. Вперед. Сука. Потом отдохнешь. Как всегда. Фу... Белочка. Недавно скакала, кстати. Осталось решить. Здесь или здесь. Ну, там, кстати... Ладно, здесь. Здесь точно поляна. рецепт. Рецепт... Фу... Сука. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас будем готовить себе ужин. На ужин у нас будет какая-нибудь крупа, еще не знаю какая-нибудь сосиска. Отварю это все и все. Так, ну у меня в принципе все готово, переодеться в лагерную одежду, после ходовой вообще кайфовочкой. Снял из себя полностью все, и термобелье, и все в общем снимал, все в чем был. Все равно немножко сыровато, все снял. На голое тело можно сказать оделал флистку тонкую и весь этот костюм. И вообще классно. Сапоги тоже снял. Поставил он там. Не знаю, сушить их смысл есть, нету. Наверное особо нету. Можно спалить когти. Пускай лучше стоят чуть вдалеке. Потом холодные одеть, пойти они разогреваются быстро. Как лагерь, подготавливал, копал, что ставил, ничего не снимал особо, потому что что одно и то же все снимать. Вот такое вот место получилось. Небольшой пятачок, пока завтра будет видно. Там стол, как всегда. Кто помнит, кто видео смотрел, здесь мы уже ночевали, именно на этом месте. Там вот еще он нашел, сразу нашел пару таких сушинок стоит. Потом, если что, пожечь их. Но особо сжечь не буду, наверное. А может и завалю что-нибудь. Завтра никуда идти не надо, можно и завалить что-нибудь. Ладно, готовлю. Время пол седьмого. Я уже поел гречку. Нормально. Сейчас вон чай закипячу. Так, что я там с костром. Сейчас чай закипит. Тут штаны решил повесить, посушить. Сейчас пока буду валяться. Ой. Валяться. Не, ботинки сейчас уберу. Носки вот надо просушить, а ботинки пускай стоят мокрые. Не знаю, рубить еще дрова, не рубить. И спать завалиться. Вот так у меня спальное место выглядит. Валим. Не знаю. Валим. 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 Субтитры подогнал «Симон»